ребят всем привет сегодня будет история опять про volvo опять volvo xc90 но история необычная такого у меня в практике еще не было что именно смотрим а да 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 я расставался ты решаешь крышек нету надо капот держать это соло нет ночью ремень почти с ней ремень не свежий ремень дух интересно ли хоть масло есть масло ниже уровня причем так конкретно с учетом того что эта машина она наклонена сюда но крыло это не отсюда в округу не крашеная но она не смею не родной поле ну решетка могут тут решетку купить красиво новая сука со сломанными креплениями едем практически с мюнхена в коблец для того чтобы посмотреть договорились с немцем в 10 утра приехать посмотреть машину приезжаем нам конечно мы еще не приехали научу километров 70 осталось коблец облин 68 километров осталось до этого коблинса были извините не могу показать я на работе воскресенье только сегодня на секундочку четверг реально вольнули непонятное расстояние непонятно для чего итак пошли все 90 вот чуть-чуть . цокотка паркуются они конечно до естественного упора и рассказывают лучше у них на плацу мало места смысле на площадке и поэтому они так паркуются так заднее крыло для веры в некоторых местах задняя правая дверь задняя левая крашеная передняя левая нормально крыло сейчас несколько контрольных тоже it's ok капот крашеный завелась она хорошо красиво да еще там прошу но очень долго стояла верит это тоже крашеная это тоже нет не полностью накрашена задние правое крыло задняя левая дверь капот передняя правая дверь по моему так а блин заднюю кучу вообще блин наш бампер сломал редиска минус 200 евро пока свяжу в памяти оставлю комментарий относительно этого volvo машина ну такая слегка под замученная да конечно и бы химчистку салона сделать мотор помыть и этого в принципе никто бы не увидел турбине здесь пипец практически той сопли из нее текут ну такие очень нарядные очень классные и ну внешнее состояние автомобиля честно говоря такое легкий удрочь еще почти 300 километров пути и видим прекрасного зверя внешне вроде бы очень неплохо за исключением того что у него спущено заднее колесо что у нас тут еще судя по всему стоит он давненько хотят да в такую жопу приехать ну реально мало кто согласится это хрене или же а вот эти все тренинги и вот эти вот это что очень мало вероятно а здесь с этими девятого тоже должна быть немного широкими пробег и неизвестен наш город керпен германия и вот на потолке нарисованы такой чудесный ангелочек с немецким лицом ну и таким откровенным немецким пузиком очередная история о немцах и пунктуальности вот сейчас уже не буду голословным начала 12 товарищи которые вот здесь вот работают еще до сих пор никого нет на работе и на звонки тоже особо никто не отвечает пипец вот как как с людьми договариваться как с ними общаться вообще непонятно вот есть две машины которые нам интересны вольвы стоят а чуваки тупо не отвечают на телефоны на работе их нету боли ну вот она немецкая пунктуальность педантичность порядочность сука плюс-минус и вновь пока с дедами седьмой мой седьмой седьмой не ровно стоит не то ли я точно крашеный что-то где-то у нее какая-то история была потому что когда вот этот хрень становится криво значит там обломана защелка я тоже обломана защелка здесь у меня тоже она когда вылазит залазит криво стоит и можно ровно поставить но после того как брызнешь она снова подряпанный капот очень слегка лобовое мененое все дороже чуть-чуть это вроде с колесами вот тоже отполированная в сравнении с машинами которые мы уже смотрели то эти хотя бы можно более-менее рассматривать потому что другие они такие были нерадующие человеческий глаз они то внутри хорошие то снаружи хорошая внутри рассыпанные ну как то вот такого баланса нету но здесь и одна и вторая приблизительно по салону у черной целее кожа у коричневая как то она такая более неухоженная что ли вот ну ждем пока ждем с моря погоды пока приедет продаван хотя наверное это не культурное слово продавец этого небольшого автосалона который собрал здесь лучших представителей ну как лучше конечно дрыщи тут тоже есть виде вольтсвагена повод древнего а судя по номерам это чья то машина извините так как плачущая заберите меня отсюда трамплин просто все обычно реально уже неделю в пути прямом смысле этого слова практически 4000 километров и сложность заключается в том что volvo xc 90 он они машины которые мы осматриваем они как то так хаотично расположены по германии что от одной до другой расстояние меньше ста километров нету вот и какие то такие машины правильное слово наверное подуставшие вот те которые выше бюджета они более менее нормальные наверное не знаю мы так их не смотрели но мы не берем нижний бюджет мы берем среднюю цену и цену выше средней основной затык мы смотрим кузов у нее нормальный двигатель ходовая более менее нормальная а салон блин ну как будто там просто я не знаю мамонты жили а ты типа на нычку снимаешь ай-яй-яй по попе надавать надо но хрень украшенный дальше не могу посмотреть там штук там прям в пылес ну нормально но тоже ну вообще такое дэм вот вот сразу надо отсюда лезть вот в этот блок я уже говорю сразу что здесь крученный пробег сто процентов вот тупо вот даже надо дождаться теста и я конечно могу ошибаться но сейчас посмотрим читать умеем на скрученный город кассель германия по местному времени 10 часов вечера приехали в гостиницу гостиница закрыта нигде ничего не горит ну ломились мы туда в прямом смысле слова выбивает двери минут сорок я уже начал звонить на букинг чё за дела вот с какого-то там 27 раза дозвонились какому-то дядя дядюшки али выходит дурак и ой а вы здесь классно ну в общем сыне окус гипсованный настрий но обошлись без драки думаю ладно берет друг слушать этот ресторан есть продай пару бутылок пива извините пиво закончилась ну ладно закончилась так закончилась еда нет еда есть еды нет а завтрак во сколько завтрак у нас типа у вас не включен я стрюк букинг у меня все оплачено завтрак я люблю друг ну слушай меня все оплачено короче еще минут 10 разбирайтесь да хорошо завтрак оплачен пошли в местный ресторанчик который находится 400 метров от гостиницы пришли в ресторан а он тоже закрыт и хотя он еще час должен работать думаю ладно заправки сейчас возьмем пиво а заправки и по ходу пиво тоже уже нету потому что вот реально за моей спиной заправка а там уже магазин закрытый в общем в общем просто пипец сейчас попробую показать дорогу по которой мы едем внимание это германия это какой-то глухой лес и это типа грунтовая дорога посреди этой грунтовой дороге выложены плитами колея наверно правильно так будет сказать для того чтобы можно было нормально проехать ну не знаю ой ух ты ё-моё тесла тесла ездит по таким вот местам поэтому вот так вот повел нас навигатор через деревушке к очередному дилеру у нас в этот раз как-то больше по дилерам мы выступаем потому что частники ну именно в эту поездку лишь только один оставил свой номер телефона вот и то мы с ним договаривались три дня для того чтобы встретиться по итогу встретились машина такая себе откровенно говоря не очень вот поэтому едем уже к дилеру потому что ну реально пошел восьмой девятый день как мы ездим ищем автомобили по германии я к сожалению не успел заснять на видео но я реально видел коня в пальто имеется ввиду конь и на нем одета такая не знаю телогрейка в общем конь пальто даже кони в пальто ходят а я в футболке плащится ладно пошли дальше вот этот автомобиль и где-то у него с правой стороны повреждения да не возле про царапану но тут совсем чуть-чуть блин я как всегда под дождем дан двери крашеная вся правая сторона но очень красивый машин сейчас конечно посмотрим блин и крыло у него реально шпаклеваная да ну это что пипец зараз не чинить двери поднимаемся блин а вот дужи красиво к неужели вот это 700 километров сюда ехали чтобы посмотреть насколько она красивая это реально рекордная поездка за автомобилем по пробегу уже реально практически 4000 километров это пипец как дофига я в путешествиях столько не ездил вот и осень пришла даже птицы улетают из этих теплых краев а мы все на осмотре автомобиля ладно побежали дальше переключается но очень хорошо дайте мацану чуть из проверяем так это здесь надо наверно потом помоем площадка куда налево да до площадка площадка в смысле дать ей по царапам и чуста ну я там знаю проверить может включается так как вы вчера проверяли ну вчера я проверял на грунтовой дороге на асфальте на вот этой машине крайне не рекомендую этого делать слабое место это вот здесь вот втулка которая в раздатке стоит и она сделана с мягкого сплава и делать такое на асфальте это пипец она сразу не сразу но она очень быстро выйдет из строя здесь мы можем проверить и росту развернуть нет шарниры стучат или нет нормально как же на подъемник не слышу что она нигде ничего не гремится нормально но если у них свободный то чем не заехать на стоп время у ладиннадцатого цулясинку них наверно до 12 поэтому но в общем подытожим машина с правой стороны она прочесанная двери у нее снимались с правой стороны я не знаю я не ориентируясь да тут не работают или неправильно некорректно работают сиденье потому что массаж работает не тут иначе разворачиваемся мы заблудились help не соски тихо забирая торгуемся сначала не сработало это дать его положение руля не этот и через 10 секунд она пройдет такая слегка пошарпанная машина имеется ввиду не так пошарпанной все остальные у нее хороший интересный год то что добавить машина как бы более менее классная хотя на ней тут дрова возили по комплектации машина хорошая более чем да передние задние обогревы сидений ну правда передние левые не работают а задние поставлены колхозным образом но типа они тут есть здесь есть блокировка задних дверей от детей кнопочка имеется ввиду здесь есть кондиционер на третий ряд сидений здесь в германии есть офигительный дочь как всегда я футболки без курки здесь жили мыши но машина прикольная красивая мотор у нее работает тихонечко глюков как таковых нету вот здесь полном налево на светофор поэтому поэтому наверное будем мы смотреть ее лучше дальше доверчивые немцы вот грубо говоря выскочила девочка если обратите внимание кучу денег оставила на столе и тем не менее но вот такие вот немцы доверчивые впервые в истории я оставляю здесь автомобиль и повернусь за ним через неделю имеем вот такую вот вольво через неделю потому что на него еще не готовы не пришли документы человек который продал этот автомобиль он где-то не может найти документы поэтому эту машину оставляю здесь и прилечу за ней через неделю полет гамбург за автомобилями главный вокзал гамбурга особо ничем не отличается например от того же ну очень похож в москве на киевский вокзал только только поезда тут немножко поприятнее но имеется ввиду скоростные не раздолбанные ну в общем очень похоже ну еще и торфом не пахнет но и относительно температуры масла в коробке вот сейчас поменяли масло и и вот такого вот быть не должно ну грубо говоря имеется ввиду большой температуры потому что рабочая температура она идет от 90 до ой от 70 до 90 вот здесь уже завышенная температура в коробке передач и здесь слегка больше уже изнашиваются фриксионы а сейчас мы еще постоим температура еще поднимется если поставить дополнительный радиатор то такого не будет и проще это вот как раз тот редкий случай когда автомобиль выбирали именно с душой потому что на самом то деле у этого автомобиля по правой стороне он был притертый там были и следы шпаклевки и в некотором месте в одном месте даже такой затертый откровенно ну не очень качественный ремонт ну его в принципе не видно но но он есть он был факт этому подтверждение этот автомобиль был изначально стоимость его 2000 2000 автомобиль 2008 года выпуска конца хотя он по документам 9 но по факту регистрации он 2008 года хотя в брифе он 2009 эта машина имеет максимальную комплектацию по растаможке этот автомобиль был куплен по цене 8000 евро хотя изначальная цена его была немножко больше 9600 но с учетом того что нам пришлось неделю ждать и делать дополнительный перевод перелет простите плюс они согласились на то что они не будут возвращать НДС и вот сразу машина бабац и стала 8000 евро машину мы эту задекларировали за четыре с половиной оформили контракт на четыре с половиной и четыре с половиной тысячи машина прошла растаможка стала три тысячи триста восемьдесят четыре евро что-то такое ну могу ошибаться в общем то и все вот в принципе все расходы которые были мы кстати когда заехали в житомир на прошивку русского языка к парням на СТО Вольво они говорят слушайте мы с детства все ездим на Вольво я впервые вижу такую комплектацию машина действительно прикольная обогревы передних задних сидений обдув к сожалению только передних сидений люк 7 мест состояние салона хорошее классное родной подтвержденный пробег этого автомобиля и сервисной книжкой и большой пачкой документов о том что она проходила где когда что чинили на каких пробегах это тоже все есть брифы восстановили машина была от одного собственника то есть один всего хозяин владел этим автомобилем и также нам отдали еще тюв в котором также было заверено тот же самый пробег документов подтверждающих пробег ну просто немерено ошибок по автомобилю было много ошибки были все неактивные что говорит о том что за всю историю автомобиля никто там ничего не стирал вот но сразу было видно что там и свечи недавно меняли на каком пробеге в какое время то есть когда не убирать историю ошибок то очень видно понятно когда что делали на каком пробеге подытожим volvo xc 90 2000 по факту восьмого года выпуска с эксплуатации с девятого имеет одного хозяина 209 тысяч пробега или 219 вот здесь вот могу ошибаться то ли 209 то ли 219 тысяч родного пробега двигатель у этого автомобиля 2.4 D5 это дизель это мотор на 136 киловатт с заслонкой регулирующей потоки воздуха основная причина почему этот автомобиль стоил дешевле это потому что дилер выставил на нее цену без НДС практически всегда дилера выставляют цены с НДС и далеко не все его возвращают это налог который остается в Германии эту же машину выставили без налога эту машину выставили без НДС поэтому мы ее увидели если бы поставили с НДС машина стоила бы выше бюджета и мы бы не обратили на нее внимание ну а с вами был Николай Тарануха Киев компания Одинавто всем удачи на дорогах всем пока пока до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...